всем привет друзья сегодня поговорим с вами о playstation 5 стоит ли ее покупать вообще нужно ли ее покупать вот тех у кого есть playstation 4 или тот кто только хочет купить себе какую-то консоль может быть у кого-то слабенький пока и он чтоб не делать апгрейд все таки вот надумывать себе вот сейчас вот выйдут консоли нового поколения купить именно себе игровой консоль давайте немножко пробежим по самым главным темам я отмечу на что следует обратить свое внимание и мы с вами порассуждаем стоит ли вообще ее покупать какая актуальность покупки что вообще творится на данный момент с компанией sony а в частности с их эксклюзивами вот давайте пройдемся по этому вообще начну с того с моё отношение к консолям от sony я наверное вот такой консоль sony boy если можно так сказать потому что у меня были все приставки от компании sony у меня было помню мама мне купила первую sony playstation это еще в те времена я был малой тогда я помню мы покупали и бушную ты снимочка такая маленькая и она стоила друзья у нас 120 долларов мама давала за приставку 120 долларов в те времена я не помню какой это уже год был сколько мне бы я еще в школу ходил вот в те времена это просто ну было бешеные деньги бешеные деньги потому что это очень дорого было тогда по моему можно было купить себе хорошую яву мотоцикл 12 вольтовую вот за эти деньги вот понимаете это были бешеные деньги у нас тогда уже были игровые клубы кто-то там пока бояре тогда помню играли в контра страйк по моему вот но я так понимаю это контра страйк тогда было вот потому что они там в 1 6 скорее всего какой-то вот играли в контра страйк вот но и были также в этом компьютерном клубе приставки только уже от sony такие здоровые вот эти вот первые версии 1 ревизии 1 playstation да и они играли вот и там можно было кстати покупать у них диски они как-то записывали их на болванки носите вот это тоже было вот так что и у меня было 1 playstation 2 playstation 3 playstation 4 playstation вот я надумываю покупать себе пятую playstation но спятой playstation у меня возникли очень большие вопросы к sony что меня например раздражает сейчас на данный момент playstation 4 во первых конечно был большой удар под их всему сообществу фан сообществу sony это тогда когда sony play sony анонсировал playstation pro это получается как playstation прошу вы понимали это было сначала версия обычно sony playstation потом они выпустили снимочку вот там доработали ну как всегда выходит через какое-то время там через несколько лет выходит слив и потом они понимали что playstation обычно не тянет их нормальный вир им нужно более мощную консуль и чтобы не выпускать у новое какое-то поколение они решили просто модернизировать добавить больше мощи к playstation и назвали playstation pro она мощнее намного стала вот этим самым такой грубо говоря они искусственно себе так жизненный цикл продлили это нормально если только это одну соль одна соника взяла это ладно но также поступил еще microsoft со своим xbox one x вот это с на данный момент самая мощная игровая приставка тоже был xbox one с вот это обычная базовая и через какое-то время там через года четыре по моему выпустили они бокс one x вот это ладно но возникает вопрос я на старте продаж playstation 5 куплю себе playstation 5 сколько она будет актуально через год а может через два потом sony анонсирует playstation 5 pro которая будет полтора в два раза мощнее обычным sony playstation 5 понимаете вот этот у меня возникает вопрос так что по поводу того покупателей приставку на старте понимаете вот это конечно же тоже такой удар будет конечно под их я не знаю это придется это продавать потом попробует еще не продажа столько за сколько купил да ну вот так что тут вот возникает вопрос конечно это же я считаю для кого-то может хорошо для меня это не есть хорошо например вот по поводу цены на playstation 5 аналитики сейчас авторитетные говорят что примерно около 500 долларов будет стоить 499 долларов так вот друзья всегда 499 долларов если так она будет она будет стоить там в америке у них у нас она не будет столько стоит у нас сейчас стоит грубо говоря как у нас меня в беларуси playstation сливочка почти 500 долларов понимаете вот хотя наверное в америке эти снимки продаются по 250 долларов у нас никогда не будет той цены про которую говорит sony у нас всегда будет из-за жадности пары цена на приставку будет намного выше так что не надо губу себе закатывать раскатывать закатать ее назад те кто думает что я за 500 баксов себе куплю какую-то крутую приставочку от playstation супер-пупер навороченной графикой по крайней мере может быть она не сравнится но он не может быть она не сравниться с какими-то топовыми сборками пока но мое почтение там будет прыжок на 20 голов выше нежели если сравнить там картинку playstation 4 и 5 понимаете вот но стоит она будет извини меня она будет стоить достаточно если цена будет официально 500 долларов она у нас будет продаваться за 800 а то на старте продаж и все под 1000 понимаете вот я задался себе таким вопросом а может быть мне даже эти 500 долларов да не вбухать ли мне в мой пока почему я сдался этим вопросом я объясню потому что sony как я понимаю начнет сливать свои эксклюзивы на другие другие площадки в пока там еще на пока еще куда-то понимаете вообще смысл раньше был приставки приставки я мог играть в те выигры которые больше нигде никогда не выйдут именно игры очень многим игрокам игры продавали приставку вспомните the last of us horizon за радаун который уже кстати выйдет тпк да и многие другие эксклюзивы uncharted и и bloodborne и так далее которые именно эти игры эти игры а все игры от внутренних студий sony который sony заплатила деньги которые были эксклюзивными извините меня мое почтение это грубо говоря одни хиты и это это просто бомбы понимаете именно эти игры продавали нам именно эти игры продавали нам консуль согласитесь а теперь с таким венеем что есть уже подозрение что игры сначала будут временными эксклюзивами от sony на playstation 5 а потом ну то максимум через годик а может быть и того раньше они будут выходить например на пк зачем я тогда смогу если так будет происходить подожду и этот год пусть пусть поиграет пусть оптимизирует эти игры на пк я эти 500 800 долларов лучше вложу свой пк вот и я не буду ни к чему привязан ни к чему привязана ты к чему например чтобы мне например постримить да на playstation мне нужно покупать чтобы вы меня видели мое лицо например мне нужно что мне нужно покупать веб-камеру от sony sony playstation камера обычную какая у меня есть например logitech веб-камера я туда уже не вставлю покупай от sony плати деньги понимаете чем пока лучше пока лучше я могу себе любую мышку любую клавиатуру любой геймпад тот же геймпад от playstation пожалуйста вставил прекрасно работает на пк тем более если какие-то там будут проблему специальные переходники от того и от той же sony продаются которые в пк обставляются и пожалуйста играю валясь на диване по блютузу в этом нету никаких проблем так толку тогда мне покупать playstation 5 если все эксклюзивы будут уходить на сторонние какие-то площадки там например пока или что и еще куда-то понимаете там может быть xbox какой-нибудь хотя навряд ли вот толку тогда мне от playstation 5 с ее эксклюзивность если это эксклюзивности не будет и вот это вот я не понимаю понимаете все кричат будет классно если они сделают обратную совместимость у playstation 5 якобы обратно совместима со старыми моделями но хотя бы с пластейшин 4 да это получается я диск смогу вставить от playstation 4 в свою playstation 5 если я куплю да и играть в игры как я понимаю наверное с графикой от playstation 4 именно ну на playstation 5 это хорошо это нормально но захочу ли я это делать или захочет ли кто это делать все уже игры грубо говоря которые есть да у игроков практически они наверное уже ну мне кажется как минимум эксклюзива они пройдены и та же например игра которая вот образно говоря да вот давайте возьмем например gta 6 который выйдет а вот gta 6 обязательно выйдет на playstation 4 и на playstation 5 и когда мы посмотрим какой бы какая будет уровень графики у playstation 5 и playstation 4 нам не захочется играть в gta 6 на playstation 4 мы будем покупать для playstation 5 понимаете это хорошо что есть а к чему говорю хорошо что будет обратная совместимость но это только для того чтобы перепройти игры или же кто-то я не знаю уже покупать по дешевке то не будут дешевые диски и проходить с этой с устаревшей графикой на playstation 5 игры которые делались на playstation 4 толку то да понимаете стоить они примерно одинаково будет сейчас цена возросла у игр вот так что тоже я не вижу обратная совместимость это хорошо но я думаю лучше бы sony запустила внедрила свою приставку что-то более такое важное нежели обратная совместимость потому что еще раз повторюсь это сначала на старте будет вау круто ага пока я там пока эксклюзивчиков мало у playstation 5 до временных я пока поиграю выигрываю от playstation 4 ну то обратная совместимость это хорошо но это ненадолго это сначала поиграться потом потом никто не будет покупать игры для playstation 4 чтобы играть на playstation 5 или диски вставлять мне кажется вот друзья теперь мы еще затронем дизайн друзья дизайн playstation 5 который сейчас был слит все кричат всем недовольны на какой-то x похожи какой-то я не знаю страшила сейчас нужно спрятать да друзья да по мне какая разница какой дизайн будет у приставки да пусть они хоть и сделают в форме члена я не знаю главное чтобы инженеры sony сделали то что нужно сделать приставке хорошее охлаждение чтобы она не шумела как пылесос чтобы она не перегревала чтобы она не ловила какие-то там своих сраной смерти я не знаю понимаете про что я говорю вот пусть они делают любую да хоть коробку какую-то мне без разницы я любую приму playstation 5 какая бы она не было доходе в форме я не знаю мячик понимаете главное чтобы там все вот эти технические навороты нормально все туда вложились стали и прекрасно все работало не шумела а какой там дизайн да плевал я как понимаете любой дизайн нормальному согласитесь это по поводу дизайна вот это мы друзья прошлись вам по поводу дизайна у playstation 5 что там все многие недовольные дизайну по мне я говорю не в этом то дело во вторых что бы мне хотелось видеть у playstation 5 я очень хочу чтобы они доработали свой магазин чтобы не был таким логат логучим это ужасный магазин у sony столько такие бабки они крутятся такие они такие проценты за игр по 30 процентов за игру с разработчика берут который продается у них магазине да и они не могут сделать нормальный магазин многие вообще вот купить мне какую-то игру почитать про нее если там русский язык или его нету многие во многих играх вообще даже не написано если там какой-то поддерживает ли она какой язык или не поддерживает тупо вот есть пожалуйста такая базовая информация а про языки не написано хер его знает это мне приходится с магазина брать телефон вбивать там в гугле да и искать есть ли на playstation 4 русский язык для этой игры лет потому что в этом гребаном playstation playstation story я не могу посмотреть эту информацию playstation store неудобно я не могу какие-то игры закинуть себе в отдельную корзинку например список желаемого что потом следить за их ценами понимаете я не могу чтобы мне приходили к этому оповещение это все нужно пользоваться сторонними сайтами понимаете и магазину и сам по себе он очень такой вот я не знаю такой неудобный весь понимаешь чтоб мне назад выйти вот я посмотрел эту игру вот листая листая посмотрел я хочу назад вернуться на мне опять самая начало может списка закинуть короче нужно проделать очень огромную вообще работу со своим магазином с интерфейсом я не знаю почему они этим не занимаются эту убогость просто вы скажете по поводу все того что ну не все таки playstation 5 это круто будет это классно ну и может быть на первых порах я говорю но если эксклюзивности друзья еще раз я просто подведу итог если эксклюзивности не будет у playstation 5 чисто настоящей эксклюзивности как вот сейчас она бы есть да на данный момент вот толку мне от playstation 5 я эти 800 тысячу долларов которые будет она на старте продаваться она будет по 800 баксов минимум продаваться вот увидите меня я лучше вложу в пк и я не буду привязан к соник соневским камерам соневским приблудом разным понимаете вот я смогу спокойно как любые игры играть покупать их всеми те же да которые будут стоить дешевле нежели в магазине playstation знаете буду дешевле стоить и буду играть как неудобно если нужно я куплю себе геймпад от playstation 5 всем будет очень крутой как они там обещают я куплю его подсоединю по блютузу и буду играть на пока не лежать на диване понимаете я в этом проблем не вижу так пока я смогу еще и обрабатывать видео и заниматься еще какими-то сторонними да своими вот делами понимаешь а playstation 5 нет играй давно там есть там вот скажите у кого есть playstation 4 пользуетесь ли вы там вы часто там например браузером глюченым этим встроенным я думаю нет вы им не пользуетесь потому что это не нужно в лучшем случае youtube чем там можно включить посмотреть ну еще там по мелочам что-то все там все через жопу сделано так что я считаю один козырь того я куплю playstation 5 даже на старте да если соню хоть как-то пояснит свою политику по поводу и второе чтобы мне хотелось бы это уже такой пролог пролог чего чтобы мне хотелось бы видеть у playstation 5 чтобы не получилось такая история например как было с playstation pro что через пару лет вышел playstation pro а те кто купил на старте фаточку до свою playstation 4 оказались брошенными понимаешь оказывается вот подождали по ним время и купили по ним себе тоже сразу прошу чку чтобы можно если если смогут они так сделать чтобы не хотелось таки мечтания такие мои да об идеальный playstation 5 для меня это то что например чтоб я мог бы как-то за деньги обновиться на проверки они могут это сделать сейчас как внедряется везде облачный сервис гейминг это да облачное вычисление если например могли бы сделать за какую-то отдельную плату чтобы например часть каких-то игровых ресурсов подгружалась на серверах и мне на приставку приходила по интернету понимаете чтобы там графика еще круче стало там вот пользуюсь я playstation 5 например четыре года она уже технологии что быстро растут пока уже сильно перегоняет в плане технических возможностей ага я заплатил один раз за какое-то обновление и мне по облачному сервису но геймингу то есть как-то вот эту вот графику мне лучше издали все и она всегда будет привязана вот к моей приставке понимаете вот можно же так сделать это просто мечты такие про мечты говорю или же что можно было по ту коробочку открыть и туда вставить например олеон playstation какой-то видеокарту или процессор поменять или оперативку или что-то нужно будет чтобы я мог как пока апгрейд сделать понимаете вот только для этого я считаю это можно купить для чего а сейчас смысл покупать вообще вот какой вот я сам себе сдавал ну чтоб купил playstation 5 и что опять же только за эксклюзивные игры картинка будет крутая да круто эту картинку например мой пока не потянет но если эти бабки уложу она прекрасно потянет эти игр понимаете потому что здесь такой очень сейчас можно отлаживать деньги да потихонечку на playstation 5 которая выйдет в этом году в конце этого года но нужно нужно еще узнать точную информацию по мощности playstation 5 по ее нормальной рекомендованной цене ну на эту цену еще накидывайте она смотрите на старте продаж будет продаваться в два раза дороже и по эксклюзивности если не будет эксклюзивности я не знаю если у sony не будет эксклюзивности я просто ее не куплю она мне не нужна почему я в свое время не покупал час вот не покупал иксбокс я мог бы купить себе место playstation слим очки да я просто взял ну суп эксклюзивчики по пробегу пробежать вот под конец до консульной жизни вот мне просто было вот интересно я бы мог взять себе например долгую играющую какую-нибудь иксбокс one x то ну а зачем мне брать иксбокс one x и подумал если все игры которые выходят на иксбокс one x есть можно купить windows story например в microsoft story в магазине microsoft на пк зачем мне тогда приставка ваша за 700 долларов вот так что эксклюзивно это очень важная вещь если они будут временными например там год какой-то эксклюзивности спасибо а sony до свидания я тебе не куплю я эти деньги потрачу просто куплю себе то что нужно мне в мой пока сделаю апгрейд и спокойно поиграю потом на пк с тем же геймпадом также валяться на диване все прекрасно понимаете вот как-то так вот такие вот мысли пишите в комментариях что вы думаете с вами был девятнадцать восемьдесят пять пока пока ребята до новых встреч